На повестке небольшое выступление Мартин Лёфа, которое называется «Логика и этика», совсем недавно сделанное, в прошлом году. Некоторые предварительные замечания. Надо сказать, что это выступление у него посвящено вопросу, каково же значение утверждения, где под утверждением понимается вот этот вот значок, которым обычно в логике обозначается вводимость. Ну и в соответствии с тем, что мы уже у Мартин Лёфа рассматривали, надо выделить сам акт утверждения и то, что утверждается, то есть содержание утверждения. Вот здесь он предлагает говорить о полных предложениях, то есть утверждаются у нас полные предложения, которые не являются восполнимыми по фреге, имеется в виду. То есть это не функции, которые требуют каких-то аргументов, а некие полные выражения. Вот. И Мартин Лёф говорит о том, что всякое предложение предполагает модальность и содержание. Где модальность обозначает вид конкретного речевого арха. То есть это могут быть, собственно, утверждения, желания, вопросы, не знаю, там, мечты или еще что-нибудь вроде этого. Вот. Ну и в дальнейшем, поскольку мы будем говорить об утверждениях, предлагается различать ассерторическое содержание и пропозиции. Вот у нас есть такая запись. Собственно, утверждается, что А истинна. Здесь значок, который обозначает как бы вот утверждение, да, ну и которым обычно обозначается выводимость. Этот значок обозначает модальность, то есть вид речевого акта, с которым мы здесь имеем дело. Затем АТРУ – это содержание, когда мы приписываем истинность некоторому А. Где А – это пропозиция. То есть вот у нас есть конкретная часть, у нас есть арссерторическое содержание, это вот АТРУ. У нас есть пропозиция, это конкретная А. Какая-то конкретная пропозиция. У нас есть указание на то, какой вид речевого акта осуществляется. И также у нас предполагается, что мы будем придерживаться конструктивной интерпретации, конструктивной логики, которая у нас задается бичке интерпретации в честь Браура, Деттинга и Калмогорла. То есть мы будем считать, что пропозиция – это некоторые ожидания, намерения или задачи. Об этом мы достаточно подробно говорили в прошлый раз, когда обсуждали лекции Мартин Лёха. Таким образом, пропозиция – это некоторое содержание, которое мы превратили в объект нашей теории. Ну и Мартин Лёх, конечно, замечает, что в действительности понятия пропозиции, ассерторического содержания друг к другу очень близки. То есть, по идее, и то, и другое является содержанием, но немного в разных смыслах. То есть у нас есть ассерторическое содержание – это когда мы истинность приписываем, некоторые пропозиции. А сама по себе пропозиция, она тоже является содержанием вот этого ассерторического содержания, если можно так выразиться, как какой-то объект. И поэтому Мартин Лёх говорит о том, что в его выступлении вот эти понятия из БИЧКИ интерпретации, из конструктивной интерпретации, а именно ожидания и намерения, они будут использоваться на двух уровнях. То есть они могут применяться и к ассерторическому содержанию, и к пропозиции. То есть и то, и другое будет иметь такую интерпретацию. Но он еще говорит о том, что отдельно для ассерторического содержания он будет использовать термин «задача», который он для пропозиции использовать не будет. Но и задачи в соответствии с тем, как этот термин используется у Калмогорова, задачи предполагают то, что должно быть сделано, то, что должно быть выполнено, то, что должно быть решено. Потому что это некоторая проблема. Ну и прежде чем перейти к объяснению значения вот этого самого знака утверждения, что же такое утверждение, ответить на этот вопрос, нам необходимо объяснить ассерторическую модальность. Ее можно объяснить двумя способами. Во-первых, мы можем это сделать через понятие знания и через понятие обязательства. Для обязательства это термин «коммитмент». Ну и рассмотрим их подробнее. Для начала мы рассмотрим объяснение через знания. В настоящее время Мартин Лёв говорит о том, что объяснение через знания наиболее ярко представлено в работах Уильямсона. А в принципе мы это объяснение можем проследить вплоть до работ Готлоба Фреги. Ну, как минимум. И в частности на работах Фреги мы более подробно остановимся. У Фреги есть несколько понятий, которые объясняют некоторые действия. Это, во-первых, понятие суждения, понятие утверждения, или можно, наверное, это говорить как высказывание, и понятие, собственно, содержания. То самое понятие у Фреги, которое у Фреги возвращается с термином «суждение», то есть «уртайл», это некое признание истинности мыслей. У Фреги в своих работах, по меньшей мере, в небольших работах по логике, говорит о том, что мы выносим суждение, то есть мы осуществляем некий акт суждения, мы судим, когда мы оцениваем истинность некоторой мысли и признаем ее. То есть суждение – это признание истинности мыслей. И здесь мы можем провести параллели с терминологией Фреги и той терминологией, которую используем мы. То есть у нас есть некоторое содержание, содержание – это мысль во Фрегиевской терминологии и в нашей терминологии – задача. Истинность, собственно, в терминологии Фреги в нашей терминологии соответствует понятию выполнимости задачи. То есть истинность мысли – это то же самое, что выполнимая задача. А признание истинности – это признание выполненности. Вот, ну то есть получается следующее. Мы можем узнать о выполнимости некоторой задачи, то есть признать выполнимость этой задачи. И это то же самое, что схватить то, каким образом содержание выполняется. То есть каким образом мы можем выполнить эту задачу, решить ее. И получается, что знать, что некоторая мысль истина, это то же самое, что знать, как выполнить задачу, которая составляет содержание. Мы можем говорить о некотором условии, которое определяет, когда мы можем делать некоторые утверждения. То есть, когда правильно делать некоторые утверждения. И это условие состоит в том, что говорящий должен знать, как выполнить задачу, которая составляет содержание этого утверждения. И мы в прошлый раз это тоже подробно обсуждали, через понятие верификации это все объяснялось. Здесь уже это понятие напрямую не используется. И это условие Мартин Лёв называет условием корректности. Однако он замечает, что когда осуществляется какой-то речевой акт, то этот речевой акт предполагает не только того, кто этот речевой акт осуществляет. То есть не только говорящего, но и слушающего. Того, для кого этот речевой акт предназначен. И в этой связи Мартин Лёв говорит о том, что когда говорящий делает утверждение, то он делает утверждение для того, чтобы сообщить слушающему, что он знает, как выполнить задачу, составляющую содержание этого утверждения. Это вот объяснение через знания. Теперь объяснение через обязательства. И источником, таким первооткрывателем, что ли, объяснение через обязательства Мартин Лёв называет Чарльза Пирсом. Получается, что утверждение это некоторое принятие ответственности за содержание этого утверждения. Также Мартин Лёв ссылается на Бентома, говорившего о корреляции прав и обязанностей. И он говорит о том, что поскольку у говорящего имеются некоторые обязательства или долг перед слушающими, то это означает, что у слушающих имеется некоторое право против говорящего. То есть слушающие могут потребовать выполнения каких-то действий от говорящего. То есть это право у слушающего, это что-то, что дает ему некоторые блага и что-то, что заставляет говорящего выполнить его долг. Мартин Лёв говорит о том, что вот эта вот дуальность прав и обязанностей, она, в общем-то, возникает как раз таки из дуальности говорящего слушающего, когда мы рассматриваем речевые акты. Таким образом у нас получается, что когда говорящий делает какое-то утверждение, он принимает на себя долг выполнить задачу, которая составляет содержание этого утверждения, если об этом слушающий попросит. Таким образом у нас получается, что у нас имеется пара говорящий-слушающий и у нас имеется пара утверждения-запросов, и они соответствуют друг другу. Ну и в качестве такого стороннего замечания Мартин Лёв отмечает, что в других речевых актах мы тоже можем проследить такую же дуальность. Например, вопрос-ответ или команда подчинения и так далее. Таким образом у нас получается, что цель утверждения для говорящего состоит в том, чтобы дать слушающему право запросить у говорящего выполнение задачи. И при этом получается так, что говорящий принуждается выполнить долг путем фактического выполнения этой задачи. Ну, например, у нас говорящий утверждает некоторое цель, а слушающий делает запрос. Запрос обозначается цель со знаком вопроса. Тогда получается, что заключением должно быть фактическое выполнение цель, которое обозначается как цель дам. То есть, цель выполнена. И это общая форма для всех утверждений. То есть, для любого ассерторического содержания работают эти правила. Чтобы у нас вместо цель не было, эти правила будут работать. И Мартин Лёв здесь приводит несколько конкретных примеров. Я рассмотрю только один. Это пример с ребенком, который научился плавать. И его матерью. Есть некоторый ребенок, он научился плавать. Он говорит, мама, смотри, я научился плавать. Вот он делает утверждение. И здесь содержание этого утверждения, собственно, состоит в том, что вот этот самый ребенок учился плавать. То есть, он знает, как выполнять некоторые действия. Это некоторая задача. Вот он делает утверждение. Таким образом, содержание этого утверждения составляет некоторую задачу. И выполнение этой задачи состоит в том, чтобы фактически показать, каким образом это осуществляется. То есть, его мать может сделать некоторый запрос. Например, она может сказать, покажи, как ты плаваешь. И ребенок должен, собственно, сделать это действие. И то же самое работает со всеми остальными утверждениями. Когда кто-то утверждает, что некоторая теорема доказывается, кто-то может у него запросить, действительно ли теорема доказывается. И, собственно, в качестве выполнения своего долга говорящий должен показать доказательства этой теоремы. То есть, он должен осуществить некоторое действие. И Мартин Лев говорит, что вот здесь мы видим своего рода практический вывод в аристотельском смысле. То есть, заключением, ну, если аристотельскую терминологию использовать заключением силогизма, является выполнение действия. Ну, здесь заключением некоторого вывода. Вот. И тут у нас получается, что имеется некоторая способность, то есть, некоторое знание, как выполнить задачу. И мы можем проинтерпретировать вот данную ситуацию через понятие диспозиции. То есть, у нас получается, что вот это знание, как или способность, это некоторая диспозиция, диспозиция к выполнению какого-то действия. Запрос выполнить, запрос С, это некоторое стимульное условие. А, собственно, заключение нашего вывода, С, там, это манифестация диспозиции. То есть, это, собственно, выполнение каких-то действий, которые предполагаются. Вот. И Мартин Лев говорит о том, что, естественным образом, вот эти вот два способа объяснения понятия утверждения, они связаны друг с другом. И показывает эту связь следующим образом. Вот у нас было условие корректности. Условие корректности предполагало, что говорящий знает, как выполнить задачу. Вот. И слушающий может сделать запрос о выполнении. И таким образом предполагается понятием утверждения, предполагается принцип, что долженствование влечет за собой возможность. возможность осуществления некоторого действия. То есть, если кто-то должен показать, что он умеет плавать, то он может плавать. Он может показать, как он плавает. Или, соответственно, если кто-то должен показать, что теорема доказывается, то он имеет такую возможность, такую способность это сделать. Это принцип, который является, наверное, одним из наиболее проблематичных в рамках некоторых этических теорий. Некоторые этические теории предполагают, что долженствование влечет за собой возможность, некоторые могут этого не предполагать. Но вот здесь, когда мы объясняем понятие утверждения, Мартин Лёв, поскольку он придерживается этого конструктивного подхода, требует принятия этого принципа. Таким образом, когда говорящий делает утверждение, слушающий получает право, по которому он может делать запрос по выполнению действия. А когда говорящий получает запрос, он оказывается в ситуации долженствования, то есть он должен выполнить задачу. И получается, что если мы вот этот вывод, который мы использовали до этого, и иллюстрировали, в частности, на примере с ребенком, который научился плавать его матерью, если мы переформулируем через вот эти вот, скажем так, модальные глаголы, то у нас получится, что если мочь и способен, то есть если can, то можешь, may, и, соответственно, должен. То есть эти модальности связаны определенным образом друг с другом, и эта связь определяет также связь между объяснениями понятия утверждения. И таким образом мы можем задать несколько правил. Во-первых, это правило введения для утверждений, которое вот имеет такую форму, если у нас утверждается c1, утверждается cn, то утверждается c. И правило удаления для утверждений, то есть если утверждается c, если имеется вопрос, запрос c, то, соответственно, c должно быть выполнено, эта задача должна быть решена. И, соответственно, Мартин Лёв в заключении своего выступления говорит о том, что значение всякой языковой конструкции, ну, в духе позднего Викенштейна, должно быть выводимо из правил, которые управляют этой конструкцией, да, управляют тем, как эта конструкция употребляется. Соответственно, то же самое мы имеем и здесь. И если раньше считалось, что значение знака утверждения, оно определяется только правилом введения, и его правило удаления речи никакой особой не велось, то вот Мартин Лёв в своем выступлении утверждает, что в действительности понятие утверждения не может быть объяснено только путем обращения к правилу введения, потому что нам требуется еще и правило удаления для того, чтобы полностью схватить понятие утверждения. Ну вот, таким образом Мартин Лёв объяснил, что же такое утверждение, каким образом определяется значение этого знака, и на этом его выступление заканчивается. Собственно, спасибо за внимание. Спасибо, Лев, за интересный доклад. Но вот остаются некоторые неясности. То, что Мартин Лёв говорит об утверждениях, он говорит только об утверждениях в рамках претики? Или о утверждениях вообще? Нет, он говорит об утверждениях вообще. То есть понятие, он говорит о том, что логика, у него прямо есть такая ремарка в самом конце, о том, что логика имеет не только онтологический и эпистемологический слой, но и дионтологический слой, который определяет эпистемологический. Ну, это очень интересно и, мне кажется, очень рискованно так считать. Ну, например, мама, я знаю, или давайте так, по-другому немножко, мама, солнце вращается вокруг Земли, или наоборот, мама, земля вращается вокруг Солнца. Как анализировать это высказывание? Ну, нужно каким-то образом, ну, то есть есть некоторая задача, задача состоит в том, чтобы показать, что Земля вращается вокруг Солнца. И есть некоторое знание, то есть говорящий, когда он это утверждает, он обладает знанием, каким образом эту задачу выполнить. И он берет на себя обязательства перед слушающими, ну, в соответствии вот с этим анализом, предложенным Мартином Лёхом, выполнить эту задачу по запросу. Ну, предположим, то есть ребенок должен каким-то образом иметь ссылку. У меня есть хорошая книжка, в которой показано, что Земля вращается вокруг Солнца. Допустим, так. Ну, например, так, да. То есть если для него верификацией служит обращение к книге, ну, да. Так. Так, мне надо на секунду прерваться, я сейчас буквально через минуту вернусь. Илья, у вас микрофон работает? Ну, вроде да. Хорошо, хорошо. Я вернулся. Тут вот в чате есть вопрос, Сократ Смертин. Да, я могу этот вопрос немножко развернуть, чтобы было понятнее. Там было про то, что силогизм, ну, в смысле, вывод силогизма, это вот про совершение действий и так далее. Но так мы же силогизм можем загрузить, что в уходах, в том числе какие-то абстрактные штуки, и они все равно будут выполняться, они будут нормальными. А про Сократ Смертин тоже такой пример, то есть вывод-то нормальный. Про Сократ Смертин, ну, как вы поняли, там, Сократ Человек, все люди Смертин. Вот. Из этого следует, что Сократ Смертин. Причем здесь действие? Вот этот момент мне очень уловил. Ну, здесь есть два, скажем так, аспекта твоего вопроса. Во-первых, у Аристотеля есть просто понятие практического силогизма. Практический силогизм предполагает, что из теоретических посылок выводом будет совершение действия. У Аристотеля такое есть. Ну, это, конечно, не относится к Сократ Смертин. Это относится к каким-то моральным рассуждениям. Допустим, что врать нехорошо, из этого следует действие, что мы не врем. Ну, это условный пример, который, конечно, не имеет силогистической формы, но, тем не менее, может быть использован для иллюстрации того, о чем Аристотель говорил, говоря о практическом силогизме. А может быть попроще? Это такое правило отделения. Кит Смертин, Слон Смертин, Муха Смертин, Комар Смертин, Сократ Смертин. Это не силогизм немножко. Это правило отделения, которое Мартин Лёв считает необходимым. Ну и насчет пропозиции, понимания пропозиции как задачи. Мне кажется, что это связанные все-таки вещи. Я так понимаю, что пропозиции как задачи можно хорошо понимать в рамках компьютерных наук и программирования. А как, допустим, в рамках обычного, естественного употребления языка как с пропозицией быть? Далеко не все пропозиции реально можно понять как задачи. Ну, вот, например, есть пропозиция, вернемся к этому, Сократ Смертин. Это что, задача, что ли? Ну, в определенном смысле, да, я понимаю. То есть задача, если Сократ умрет, то пропозиция истина. Но можно же сформулировать очень много пропозиций, которые принципиально не проверяемы и невыполняемы. И что с ними делать? Ну, так поэтому у нас в конструктивной логике есть третье истинностное значение, неопределенное. Хитро у вас все, как обычно. Вот, а по поводу задачи Сократ Смертин, ну, тут могут быть разные способы верификации. Мы можем действительно посмотреть, умрет Сократ или не умрет. Это один способ. А другой мы можем осуществить вывод в соответствии с правилами силогистики. Да, и если мы считаем, что посылки верны, то есть они выражают некоторые задачи, которые выполнимы, то и, соответственно, задача, которая выражается заключением, она тоже будет выполнена. Если правила соблюдены. Ну, блин, вот смотри. Все бурмублики плавают. Все плавающие бурмублики смертны. Из этого мы делаем вывод, что все бурмублики вот такие, но их же не существует. И в соответствии с спокойной нормальной теорией дискрипции все высказывания о несуществующих объектах и существах, они ложные, потому что их не существует. Но пропозиция, в общем-то, выполнима. Сейчас этим дело. В конструктивной логике не действует закон двойного отрицания таким образом. С несуществующих отрицания существования нельзя начинать утверждение. Двойное отрицание не так работает в конструктивной логике. Да, у меня вроде бы не было отрицаний. Или я что-то не понял? О несуществующих мы не можем говорить. Неверно, что существует. Так формула не может, в принципе, начинаться. А, ну я понял. То есть, формулируя вот это вот рассуждение, я изначально принял посылку, что они не существуют, а потом все остальное. Да, да, это запишу. Я понял. Да, хорошо. Не, ну это ладно, но мне все равно интересно, что делать с пропозициями, которые описывают некоторые действия объектов, которые принципиально невыполнимы. Из-за отсутствия этих объектов. Пропозиция есть, но если кто-то ее утверждает, то он должен знать, каким образом эти объекты можно найти и что-то с ними сделать, какую-то проверку осуществить. Если это невозможно, тогда, значит, никто не знает, а раз никто не знает, то получается, что неопределенное истинностное значение. Ну, то есть, кто-то обязательно должен знать. А поскольку это здесь невозможно, это истинным быть не может и ложным быть тоже не может. А вот у меня есть вопрос про долженствование. Разве долженствование не подразумевает наличие такой инстанции, которая обеспечивала бы реализацию этого долженствования? Ну, то есть, кто-то должен заставить отвечающего пояснить за кого. Если никто не может заставить это сделать, то и долженствование не может быть реализовано. Следовательно, его как бы и нет. Ну, нравственный закон внутри, конечно же, должен заставить. Ну, а если не заставить? Если нужно и не будет головой. Ну, здесь, видимо, то это тоже дело в конструктивной логике. И если мы не ограничиваем логику, то мы можем говорить о каком-то долженствовании за рамками возможности выполнения этого долженствования. В этом смысле Кант не видится следователем конструктивистом. Вроде как задача должна быть выполнимой, а к долженствованию такого требования не применяется. Мне кажется, это непоследовательно. Тут, видишь, слушающий делает запрос. Может быть, слушающий и есть та инстанция, которая заставляет реализовывать. Ну, либо мы просто предполагаем, что все являются... Ну, то есть тут же речь идет о, как скажем так, нормальных ситуациях, не тех ситуациях, когда кто-то врет там или еще что-то делает такое вот. Как бы все должны... Ну, все предполагаются, что они являются чистосердечными субъектами. Поэтому, если кто-то утверждает, что Земля круглая, то он при любом требовании сразу же об этом это поясняет. Да, насколько я понимаю, у нас... Ну, в общем, в рамках таких эпистемических историй, в том числе морально-этических, действительно есть такая пресуппозиция, что агенты всегда честны, во всяком случае, в рамках наших теоретических исследований. Это примерно как философия сознания. То есть мы изучаем условно там квалия и какие-либо ментальные состояния. И мы всегда исходим из посылки, что когда некоторый агент сообщает, что ему больно, ему на самом деле больно. Вот. В рамках наших теорий, естественно. То есть мы не берем в расчет ситуации, когда он врет специально, например. Ну, для того, чтобы симулировать какое-либо заболевание, чтобы откосить от чего-нибудь, например. То есть мы такие ситуации в расчет, как правило, не берем. И, видимо, с этикой здесь то же самое. То есть это такая теоретическая конструкция для идеального мира, где все очень хорошие, правильные и всегда сообщают истинные данные о себе и не только. И делают. Ну, тогда само требование на должностование получается излишним. Тогда мы просто верили бы всем, говорящим на слово, и не требуем от них решить задачу, доказать. Нет, ну, это же как бы обмен знаниями осуществляется. Вот говорящий знает, как эта задача решается, а мы не знаем. Мы его спрашиваем, ну-ка, вот покажи нам, как это делается. И после этого мы узнаем и тоже получаем право утверждать. Ну, мы же можем просто сослаться на говорящего и сказать, вот он знает. Как в примере этой книжки. Мне кажется, все-таки существенно, что в этой этике нет науминов. Только тогда мы можем говорить, что из должностования вытекает возможность. Надо отбросить идею от чего-то науминального. Ну, каким-то образом приземлить этику, тогда это будет работать. Если этику, например, не сталкиваем. У меня в том же самом деле вопрос, что и вот про приземление этики, я не очень уловил. То есть, ну, как правило, этические системы, как и любые другие системы, они базируются на каких-то аксиомах, основаниях, фундаментальных штуках, еще чем-то. Я не очень понял, на чем базируется этика, которую Лев представляет себе. Чем она фундирована, условно говоря? То есть, у моралистов древности были какие-нибудь фундаментальные тезисы вроде «добро есть красота», «благо есть красота». В общем, вот как бы из этого все исходит. Потом были ребята вроде Канта, которые делали категорический императив под основу всего. А здесь что является основой? Мне кажется, эта этика может легко быть представлена системой в духе аэро, например, каким-нибудь видом эмотивизма. Если должен, то можешь, тогда пройдет, если в духе Альфреда Аэро. Да, но какой-то набор аксиом или фундирующих принципов все-таки должен быть. Так он реализован. Ну, поскольку целью этого выступления у Мартина Леоффа было все-таки прояснить понятие утверждения и больше ничего, он по поводу этики ничего конкретного не сказал. И он даже в самом начале говорит о том, что на самом деле не совсем верно говорить об этике, а правильнее говорить о диантологии. Диантология утверждений, да. Для диантологии у нас есть разные даже формальные способы работы. Какой-нибудь диантический, вводим, взять и объяснение долго. Пожалуйста. Да. Но термин «за задача» почему-то немножечко все-таки не напрягает. Действительно ли можно всякое утверждение трактовать как некоторые задачи? Ну, не совсем утверждение. То есть утверждение имеет некоторое содержание, вот это вот ассерторическое содержание, когда мы приписываем истинность какой-то пропозиции. То есть мы признаем, что она истинна. А признавая истинность, мы признаем, что задача, которая составляет вот эту пропозицию, она разрешима. И мы знаем, как это сделать. Ну, то есть вот у нас есть, допустим, дизъюнкция А или не А. В конструктивной логике пока у нас нет доказательства для какого-то из этих дизъюнктов, то мы не можем этого утверждать. Даже несмотря на то, что вроде как форма предполагает, что в классической логике это должно выполняться. В конструктивной это выполняется после того, как мы получим доказательства для А или для не А. Так. Ну, а если, значит, утверждается А или не А, и следует запрос, а почему А или не А? Ну, значит, задача показать, что А имеет место или показать, что не А имеет место. И мы не можем ставить задачу показать, что А или не А имеет место. Такую задачу. Невозможно сформулировать такую задачу, что А или не А имеет место. Ну, то есть решение задачи А или не А сводится к решению задачи А или задачи не А. Ну, понятно, да. Это тогда по-человечески. Тогда в духе конструктивизма. Ну, а если у нас утверждается существование... У нас не может быть задачи показать, что А или не А. Это не по-человечески, не в духе конструктивизма. А если у нас утверждается существование чего-то, то тогда это задача найти какой-то объект и показать, что он выполняет какие-то... Ну, то есть выполняет под формулу. То есть у нас, например, говорится о том, что существуют такие иксы, которые являются круглыми, например. Это значит, что мы должны найти такой икс, который является круглым, и показать его. Ну, то есть найти икс, найти некоторый объект и найти еще доказательства, то есть дополнительную верификацию, что этот объект является круглым. Икс является круглым, все-таки более осмысленным. А вот если икс является перпендикулярным, это почти как найти А и не А. Ну, перпендикулярность – это же свойство двухместное. Тогда нужно сказать, что икс перпендикулярно, икс – это неправильное употребление. Не подкопаться, хотя бы очень хотелось. Но, когда мы говорим о перпендикулярности, у нас должна быть одна прямая или отрезок, а не два, как в иксе. Ну, то есть вот у нас есть, например, утверждение. Существует икс, такое, что существует икс, такое, что икс и икс перпендикулярны друг к другу. Соответственно, у нас первый квантер у нас объясняется следующим образом. Это задача – найти некоторый объект, который перпендикулярен хотя бы одному другому объекту. А вторая задача – это второй квантер – найти объект, который перпендикулярен тому, который мы нашли раньше. И найти, соответственно, доказательства для перпендикулянных. Да, ну, много здесь, конечно, трактовки перпендикулярности. Да, у нас просто нет. Так. Ну, в общем-то, эта идея присутствовала даже у Сёрда, по крайней мере, у позднего Сёрда, что утверждение можно рассматривать в рамках теории речевых актов наравне с другими формами, не противопоставлять утверждению вопросам, приказам и так далее. То есть анализировать утверждение по единой схеме со всеми иными речевыми актами. Но, вероятно, с этим связано также как бы сформулировать попытка анализировать пропозициональные формы, выходя за рамки, может быть, понятие предложения, что-то вроде в этом духе Перли, мне кажется, проскальзывает. Точно не вспомню. Тут вот Оля спрашивает в чате. Инстанция верификации это слушающий, то есть одному сканает доказательства вот так под телевизору сказали нам, там не могут обманывать, а другой затребует нормального доказательства в виде ссылок на научные исследования. Доказательства реликтивно к слушающим и тогда не доказательства в абсолютном смысле. Вот это сложный вопрос. Тут доказательства может быть реликтивно и относительно слушающему, как мне кажется, так и относительно говорящему. То есть говорящий может утверждать нечто, предполагая, что он это знает потому что он ознакомился с научными исследованиями или потому что он посмотрел это по телевизору. И точно так же слушающий может спросить для него может быть она либо достаточна, либо нет. Вполне может себе представить ситуацию, когда кто-то утверждает что-нибудь искренне и в качестве решения задачи он имеет ссылку на то, что сказать на телевизору, а слушающий при этом говорит, что это не так, потому что надо в качестве решения задачи давать результаты научных исследований. Ну, а где грань тогда между доказательствами и манипуляциями условными? Вот, например, воспроизведу рассуждение. Я отказываюсь носить медицинские маски в условиях пандемии, потому что скрывать свое лицо это удел преступников, это нарушает мои гражданские права, и вообще как бы мы живем не в Советском Союзе, а в США. Если вы подумали, что это я сейчас придумал, нет, в США огромное количество таких вот активистов существует. И это доказательство, ну, в кавычках доказательство, может звучать убедительнее для большого количества людей. И оно так и звучит, реально люди покупаются на это, ну, в основном это те, кто голосует за Трампа и так далее. Извиняюсь за политику, это просто пример. Вот, понятное дело, что здесь все заполнено какими-то логическими уловками и, ну, там, апеллирование к эмоциям, например, там, апеллирование к прошлому, неважному уже и так далее. То есть это плохой аргумент. Вообще не аргумент по-хорошему. Но он работает, и люди считают, что вот на... Некоторые люди считают, что основываясь на этом, можно не носить маски. Например, и делают это. Где край-то в итоге между доказательством и вот этой вот самой манипуляцией какой-то и так далее. А в конструктивизме вроде бы есть ответ. Доказательство не может расходиться с истинностью, как-то в теоремах Тарского и прочих классиков. Не может быть расхождения между истинностью и доказуемостью. То есть мы всегда можем перейти на истинность, хотя она ведет себя странным образом. Есть, видимо, провалы в истинностных значениях и какое-то третье значение можно придумать неопределенно. Но тем не менее, всегда есть жесткая связь между истинностью и доказуемостью. Вы же понимаете, что утверждение вроде «мы не в Советском Союзе, мы не рабы, мы не преступники» очень легко доказать. Но почему-то из этого люди делают некоторые выводы про вот эти самые маски и так далее. И, в общем-то, это же множество пересекающиеся. То есть те, кто не рабы, те, кто не преступники, те, кто не в Советском Союзе, некоторые из них, они действительно не должны носить маски. И как бы это, в принципе, работает. Но строгой процедуры так как это не видно. Ну, кроме того, что записывать эти выступления и подробно их разбирать и показывать, почему это логические уловки. Но, опять же, для многих это будет выглядеть очень убедительно. Ну, здесь просто предполагает... Ну, то есть из того, что кто-то не является преступником, еще не следует, что он не обязан, носить маску. Потому что... Ну, то есть тут предполагается некая посылка дополнительная. И эта посылка дополнительная вполне себе может оказаться неверной. Вот и все. Но тут идейная фигня. То есть тут бьют себя люди пяткой в грудь и говорят, если ты преступник, то ты носишь маску. Всегда. Следовательно, если я не ношу маску, то я не преступник. Вот примерно такое тут рассуждение. Полная фигня, конечно, с содержательной точки зрения. Но формально там работает все, к сожалению. Они же не просто так. Формально работает, но посылка о том, что все преступники носят маску, она не работает. То есть есть преступники, которые не носят маски же. Значит, необоснованно, да. Нет, нет, я с вами согласен, но люди, вот эти вот условные слушающие, которые собираются слушать вот этих вот спикеров, они-то яростно кивают и, ну, на эмоциях, на каких-то своих этических парадигмах и так далее. Им это звучит очень убедительно. И как вот, допустим, им объяснить, что они неправы, что они слушают ерунду, что так делать не надо. Для них это выглядит как вполне себе доказательная история. Ну, показать, что здесь нет доказательств. Каким-то... Мне кажется, что тут нет особой проблемы именно для конструктивизма, потому что и классическая логика с тем же самым сталкивается, и любая другая. То есть, как бы, вот это вот ранжирование доказательств, оно на... и ранжирование степени обоснованности каких-то рассуждений, оно как бы не на уровне логики находится, а где-то в другом месте. Видишь, в чем дело? На мой взгляд, как. С точки зрения классической логики и наивного логического реализма, приблинейного, я всегда могу сказать, вот у меня есть реально существующая логическая структура мира, в соответствии с которой ваше рассуждение – фигня. Она ей не соответствует. Вот я ее вижу, эту логическую структуру мира, вот за мной литература, за мной логическое сообщество, я делаю совершенно правильные рассуждения, вы делаете неправильные. То есть, есть на что сослаться. А с точки зрения конструктивизма есть некоторая вот эта опасность, потому что то, что мы с тобой когда-то обсуждали, если помнишь, про логику всяких эмоциональных людей там и так далее, то есть, можно сочинить такую логику, которая будет работать по правилам рассуждений, которые вообще как бы и с точки зрения логики и неправильные. Можно попробовать сделать такое. Я не уверен, что такое получится, но тем не менее. То есть, в чем преимущество классической этой логики? Есть на что сослаться. Есть логический реализм, который хоть в глубочайшем кризисе находится, насколько мы поняли, но есть некоторая вот эта вот ссылка на реальность. А тут ссылки на реальности нет. И в итоге любой, кто звучит убедительно, может. В конечном итоге ведь рассуждение это что? Это нечто, что выполнено в соответствии с некоторыми правилами. А берем вот эти самые правила и убедительно обусловим, что эти правила офигенные, крутые, они и должны быть верными. И в итоге мы можем навязать любую систему рассуждений, любую логическую систему кому угодно. Наверное, ссылка на действительность как-то может присутствовать в любой системе. Как-то построить можно. Ну да, то есть конструктивист уже не предполагает о том, что у каждого это может быть своя какая-то логика. Нет, у них есть тоже какие-то основания. Просто эти основания более человеческие, в отличие от божественных оснований классической логики. Ну, то есть верификация может служить, например, что мы действительно показываем, что Земля вращается вокруг Солнца, например. мы обращаемся к тому, что предполагаем реально существующим, независимым от наших мыслей. Ну да, но вот то, что я говорил про все эти логические уловки и все прочее, они тоже так работают. И они, конечно, все со стороны выглядят, особенно для неискушенных людей, как то, что не зависит от наших мыслей, что очевидно и все прочее. Я вот не вижу здесь критерия какого-то четкого, то есть выбора между различными способами построения рассуждений и построения аргументов. В классической логике критерий тоже плохой. Ссылка на реальность это, опять же, как мы поняли, это не очень хорошая идея. Но здесь и этого нет. То есть что значит человеческие основания? Человеки разные. Ну, человеческие основания, допустим, я чувствую теплое, или я чувствую холодное, или я вижу зеленое, или я вижу красное. Вам на помощь бежит марсианская боль и все прочее. И проблема квалия с цветами и все. Ну, короче говоря, очень много можно таких контрпримеров найти. речи остается. Прости, что перебыл. Я говорю, пока у нас видимо нет ответа на этом. Ну, здесь надо разбирать понятие верификации. Ну, да. что действительно может считаться верификацией. Тут Оля еще написала, что делать в ситуации и коммуникации с самим собой. Например, я говорю себе, да, я умею плавать. В данном случае я сам себе инстанция доказательства. Я же могу себя просто убедить, что я умею плавать. Самообман, например. А мне кажется, Витгенштейн на это ответил хорошо. Как-то плохо идет коммуникация с самим собой. Верификация никак не может получиться из коммуникации с самим собой. если следовать за Витгенштейном. Так, подождите, Дмитрий Владимирович, вы можете сейчас сходить и открыть холодильник? Конечно, могу. А вы что-то верифицировал кроме вас. Дмитрий Владимирович сейчас включит камеру и покажет как это делает. Ну, в общем-то верификацию наличия или существования как хотите холодильника в моей квартире в принципе можно существовать. Нам нужно не наличие холодильника, а ваша способность. Не, ну, в прошлый раз, когда мы обсуждали лекции Мартин Леха, там говорилось о том, что предполагается возможность решения задачи. Здесь у нас, когда делается запрос, тогда уже тот, кто утверждает, он должен перейти к решению задачи непосредственно. Если мы действительно требуем от Дмитрия Владимировича, чтобы он показал нам, как он решает задачу открытия холодильника, значит, он должен как-то представить какую-то верификацию этого. А еще лучше. Я должен сделать сначала утверждение, которое, заметьте, не сделал. Нет, понятно, я просто к тому, что, ну, опять вот эта штука, извините, пожалуйста, за некоторую софистику, а вдруг Дмитрий Владимирович на самом деле не находится в квартире, а находится где-нибудь не в квартире, неважно где, и у него там нет холодильника. И он вообще, в принципе, никогда не открывал никакие холодильники, а все это ему только казалось. И он сам себя убеждает, что он может открыть холодильник, и что он это много раз делал в своей жизни, а на самом деле он этого никогда не делал. Когда он столкнется с реальным холодильником, он его открыть не сумеет. Верификация-то в чем? Гораздо проще. Может быть, я сейчас сижу в лесу и с вами разговариваю. И поэтому не смогу подойти к холодильнику. Но я не утверждаю ни того, что я смогу подойти, ни того, что я не смогу подойти. А если я не утверждаю, то как бы речи ни о чем нет. Если бы я утверждал это, другое дело. И мы бы нашли какие-то пути решить задачи. Я бы показал вам деревья, которые, допустим, меня окружают. И сказал бы, что я не могу подойти к холодильнику. тут Оля комментарий написала в чате, расширяя этот вопрос. Я зачитаю тогда. У меня идея ситуации, когда вокруг ДВ никого нет. Чтобы не было коммуникации в стандартном смысле, где как минимум два агента есть. Только один агент должен быть, и он говорит себе самому. Я умею проходить сквозь стены. Он же может быть шизофреником, но прекрасно утверждает самому себе, что он умеет проходить сквозь стену. Вот, да, это примерно то, что я говорил про холодильник. Но Оля более ясно это изложила. Ну, здесь можно Бертрана Рассела вспомнить. Можете ли вы доказать, что между Землей и Марсом не летают очень маленькие фарфоровые чайники? Так, подождите, это метафизика, точнее, это критика метафизики традиционной. А здесь субъективизм. Вот. Это немножко другая история. Я не помню у Рассела такого про субъективизм. Ну, вот, вы не можете доказать, что между Землей и Марсом на какой-то эллиптической орбите отсутствует фарфоровый чайник. Я победил. Мне здесь больше тогда нравится его пример про кенгуру. Ну, когда мы все отворачиваемся в комнате, появляется кенгуру, а когда мы смотрим на угол комнаты, на который тогда никто не смотрел, там кенгуру исчезает. вот-вот, все дело в утверждении, все дело в этой черточке, когда говорящий что-то серьезно желают заявить, а не просто там в белой горячке или в шизофреническом бреду или еще что-то. Должна быть какая-то нормальная ситуация, которая имеет границы. и после сделанного утверждения мы можем говорить о обязательствах утверждающих. Только так. То есть доказывать должен прежде всего утверждающий, а не тот, кто его слушает. Тот, кто его слушает, может предполагать все, что угодно. Да, мне здесь вспоминается советский фильм в главной роли которой был Олег Янковский. Если обещал, ну, барон Беханзен, если обещал, что снова полечу на Луну, то я должен это сделать. То есть примерно так видимо. Но, опять же, объективного критерия нет. Объективной системы, независимой от нас, не находится. Ну, нет способа сравнивать. Ну, по проблемам такую систему построить. Что такое утверждение? Мы должны это, может быть, очень строго задать, что такое утверждение, когда утверждающий его делает. все будет хорошо. В конечном итоге мы все равно упираемся в прагматику и здравый смысл. Как вот часто любители немецкой классической философии смеются над английскими эмпиристами, что у них аргументы были построены на... Ну, это же common sense, это как бы всем известно. Но в конечном итоге, видимо, от этого никуда не уйти. то есть нормальные вменяемые люди примерно как бы соглашаются в каких-то базовых вещах. А универсальную вот эту штуку не построили. Конечно, должны быть какие-то универсальные принципы, может, здравый смысл, хотя не обязательно, я думаю, чтобы здравый смысл. И, Оля, еще был вопрос. Почему все так придерживаются вот этой концепции разделения на акт? Неважно, какое высказывание убеждения и содержание акта. Пропозиция, ментальное содержание. Акта ведь без содержания быть не может вообще. Но не может быть пустого акта, в котором мы подставляем какой-то трансцендентальный иск, как у Канта, и получаем целостную сущность. Видимо, потому что мы замечаем, что у разных актов может быть одинаковое содержание. Может быть акт утверждения, что Земля круглая. Может быть вопрос о том, что Земля круглая. Может быть желание Земли круглой. И так далее. Поэтому нам удобно разделять действия и содержание. можно перевернуть. Утверждение возможно только там, где есть доказательства. Если этого нет, то я не утверждаю. Я занимаюсь какой-то иной ерундой. да. Я не утверждаю. Я не утверждаю. с парадоксальными утверждениями, ну, самое банальное, я сейчас лгу, что с ним делать? Оно как-то верифицируется или нет, или оно как-то отпадает с точки зрения подхода Лёха? Видимо, оно неопределенно должно быть. А может даже отпадает, надо исследовать все. Ну, хорошо. А другое высказывание похожего вида. Я, находясь в трезвом уме и трезвой памяти, здравом уме и трезвой памяти, или как-то, не важно, написал в 12.00 дня на доске, что все, что Илья Андреевич написал на доске в 12.00 сегодня, оно немножко истинное и немножко ложное, вот с этим как быть. Это вроде бы факт, но он содержит в себе противоречия формата парадокса лжеца. Ну, здесь требуется исходная проверка, наличествует ли у вас эта вертикальная черточка в том, что вы сказали, или не наличество. Вот я в чат написал. Есть факт. Я написал в чат. Все, что я написал в этом сообщении, ложное и истинное. Факт есть. Я это написал. Но что в этом сообщении сказано, в дескрипции, в пропозиции? Она истинная или можно? Извиняюсь, мне почему-то вспоминается дизюнкция. Можем ли мы утверждать дизюнкцию? Нет, мы не можем, в принципе, утверждать дизюнкцию, что истинное либо а, либо не. Конструктивская логика запрещает утверждать дизюнкцию. То, что является утверждением, ограничено в гораздо большей степени, чем в классической логике. Эта черточка более строгая, чем в классической логике. Ну, должна быть у Лёвов более строгая, чем у Фрэнли. Я просто поясню. Дело в том, что, например, я пишу в чате, что все, что здесь написано, это ложь. Но при этом, если это правда, то это означает, что я ей что-то истинное тоже сообщил. Это так называемый парадокс Прайера, известный достаточно, про него там Вильямсон в том числе писал. Ну, короче говоря, очень такая замысловатая история. И это действительно вызывает некоторые вопросы. Пропозиция-то выражена какая-то в данном утверждении. Что ей присваивать? Непонятно. Ну, так что, если у тебя есть доказательства для неё, тогда она истинная. Если у тебя есть опрогрешение для неё, тогда она ложная. Если у тебя нет того-другого, то неопределённо. Ну, вот я не могу выбрать из этих трёх вариантов для этого факта. Почему? Почему тебе неопределённо не подходит? Потому что здесь напрямую присутствует противоречие. И противоречие, оно же, как бы, однозначно должно отметаться в ложное. Здесь нет утверждения, потому что так писать нельзя. Сам Прайер примерно так и решил свой же парадокс, который он изобрёл. Да, просто, опять же, чтобы вы понимали, вот эту вот фигню, которую я только что написал и рассказал, Прайер её вывел из классической логики фреги. Вот. Он просто, ну, используя обычные правила, выводы её вывел. И она, это как бы с точки зрения классической логики, это валидная штука, это логический закон. Но с точки зрения содержательной это звучит страшно и парадоксально. Вот именно поэтому я это в контексте аргументов, убедительности, доказательности и вспомнил. С точки зрения классической логики это логический закон, это автология. А с точки зрения содержательности это звучит как полный бред. Ну, может быть, так. Надо думать. Ну, и у Оли ещё был комментарий последний. По-моему, я его ещё не зачитывал. На ум приходит только то, что в ситуации коммуникации с самим собой не требуется доказательства. По идее, это слушащий и говорящий тут совпадают. И в акте утверждения говорящего уже содержится доказательство для него самого, слушающего. Иначе он бы себе это не утверждал. А у меня подозрение, что никто не может себе что угодно утверждать. Субтитры сделал DimaTorzok